Литые диски, усовершенствованная подвеска и выхлопная система. У многих был вас, но не у всех такой, говорит Дмитрий. За 7-летнюю удобную 99-ю он превратил в шоу-кар. Долго, сложно, дорого, но начал совершенствовать и не смог остановиться. Чтобы она ехала, не буксовала, соответственно, стоит блокировка дифференциала. Поэтому мужчина со старта уходит нормально, она не стоит, не буксует на первой передаче, как большинство девяток-четырнадцатых. Доказал, он может быть быстрее, круче и громче остальных. Дмитрий автомобиль модифицирует, но испытывает редко. Поэтому на дорогах его вряд ли встретите. По городу мужчина передвигается на другом железном друге. Я не гоняю на ней по городу. Вот так вот, чтобы голову сворачивали ДПС. А сворачивают не случайно. Турбина, закись азота, неоновая подсветка. Это все игры для водителей мужчин. Дамам за рулем часто не нужна дополнительная мощность. Им подавай игривые 3D-реснички на фары, кружева на зеркало заднего вида и оригинальные оплетки на руль. Такое, казалось бы, безобидное выражение внутреннего мира несет в себе скрытую угрозу. В первую очередь меняется диаметр рулевого колеса. У вас неудобный хват получается. И при экстренном маневрировании элементарно чехол может проскользнуть. И вместо того, чтобы вы повернули колеса, а допустим резко ушли от препятствий или от столкновения, вы провернете эту оплетку и, собственно говоря, попадете в ДТП. Занижение подвески влечет за собой худшую управляемость. Именно на наших дорогах это некомфортно, скажем так. На гоночной трассе, безусловно, подвеска настроенная правильно будет давать результаты. У авто Александра Пономарева занижена подвеска, убраны фары ближнего света, переделана выхлопная система. И это только малая часть изменений. За год известный красноярский гонщик и его команда превратили легковушку в спортивный болид. Этого железного монстра выпускают только на специализированные трассы. И там он показывает результаты. Тюнинг и гонки – вот неразрывные понятия. А для города это совсем неуместно, считает мужчина. Нужен адреналин и внимание? Пожалуйста, на соревнования. Данный мотор крутится до 8 тысяч оборотов без каких-либо последствий для того, чтобы выдать максимальную мощность и быть быстрее остальных соперников. Даже ароматизаторы на стекле заднего вида закрывают обзор и отвлекают внимание. Чтобы стражи порядка в общем потоке не выделили именно вас, запомните, в салоне ни в коем случае нельзя трогать ремни безопасности, сиденья, рулевую систему и систему управления авто. Можно установить чехлы и обивки на сиденья, мощное музыкальное оборудование, поменять освещение в салоне. Осталось желание ездить не как все. Приготовьтесь к процедуре легализации. Если человек вносит серьезные изменения в конструкцию транспортного средства, будь это газовое оборудование, либо это установка ксеноновых фар, то в данном случае ему нужно первоначально пройти экспертизу на то, что возможно ли на его автомобиль установить это оборудование. После того, как он получает разрешение в независимой организации, которая имеет лицензию на оказание данных услуг, он может внести изменения и в дальнейшем предоставить автомобиль на соответствие, что оборудование установлено правильно и будет эксплуатироваться в соответствии с требованиями безопасности. После этого он получает сертификат и с этим сертификатом обращается в госавтоинспекцию для внесения изменений в конструкцию транспортного средства, в документацию, чтобы в дальнейшем он на законных основаниях управлял этим автомобилем. Мера должна быть во всем, в том числе и в автомобильном тюнинге. В первую очередь здесь нужно учитывать не эстетическую составляющую, а безопасность свою и других участников движения. Для всего остального есть гоночные трассы. За безопасность на дорогах Екатерина Печальникова и Денис Шабанов. Продолжение следует...